Здравствуйте! Вы смотрите программу Событий. Я Сергей Кизоркин. Мы работаем для вас в прямом эфире. Главные события дня. Три дороги в один район. Куйбышевский приведут в порядок до конца лета. Самару-арену строят четко по графику. У стадиона заканчивают монтировать крышу и взялись за интерьеры. Мобильная приемная губернатора решает проблему на месте. Без лишней бумажной волокиты в одном из самарских домов построят крышу. На трамвае на чемпионат мира по футболу. Самара получила 10 комфортабельных машин повышенной вместимости. Реклама вне закона. Самовольно установленные билборды в Самаре сносят с тахановскими темпами. Три дороги через один район. Южный въезд в Самару приведут в порядок. Перед активом Куйбышевского района поставлена задача максимум. Обустроить гостевой маршрут Мундиале так, чтобы у каждого, кто въезжает в Самару, складывалось только самое лучшее впечатление. Срок – один месяц. Жители Куйбышевского района Самары не любят, когда их район называют промышленной окраиной. Тем более, что с открытием Фрунденского моста он станет еще ближе к историческому центру города. Пока же территории скорее соответствуют дальней станции. Трава по пояс, проблема с благоустройством, неухоженные остановочные павильоны. И все это на гостевом маршруте Мундиале, по которому складывается первое впечатление о городе, принимающем игры мирового уровня. Вот по этой вывеске гости должны понять, что въехали в город, а по этим объявлениям судить о культуре местных жителей. Привести район в порядок – такую задачу поставил глава Самары Олег Фурсов на завещании с управляющим активом. Сегодня районы получили самостоятельность. Для того, чтобы подмести двор или покрасить забор, теперь совсем не обязательно вмешательство в городской власти. Управляющим микрорайонов не более трех месяцев. Кто-то побольше, кто-то поменьше работает. Вообще вот этой системе, которая создана губернатором, есть совсем немного времени. Но, коллеги, от вашей активности зависит и темп преобразования в районе. Вы должны обращать внимание на всякие несуразицы. Остановки необходимо отремонтировать, контейнерные площадки обустроить, ржавчину и мусор убрать от дворов и улиц. Важнейшее из проблем – навести порядок в земельном вопросе, чтобы собственники и пользователи платили налоги, на которые живет район. Все эти проблемы можно решить на местном уровне. Так же, как и с беспорядочной рекламой. Ведь район увешан объявлениями, от которых одни неудобства. Сейчас поставлена задача к 1 сентября всю незаконную рекламу с городу убрать. Стационарную такую, имеется в виду, в больших стендах. Но ваша задача – реклама на фасадах. Эти полномочия с 1 сентября полностью находятся в компетенции района. Идет пробуксовку в качестве рекламных объявлений. В основном люди развешивают ночью. Это касается всяких перевозки и прочее, прочее, прочее. Боремся с ними, обрываем их сами лично, обрываем. Просим управляющей компании их тоже обрывать. Кроме того, на легальной рекламе район также может зарабатывать на решении своих проблем. Срок, обозначенный для устранения всех недостатков до конца лета. На завтра уже профильная служба района получит ценные указания. И приступаем к работе. У нас есть месяц для того, чтобы исправить ситуацию и выйти вперед остальных районов. А на 1 сентября запланировано открытие двух масштабных объектов – Дворца культуры и стадиона. Важно, чтобы после реконструкции они органично вписались в общую картину Куйбышевского района. Олег Зверев, Василий Калдашов, Артем Сулайманов. События. В Самаре назвали двух новых почетных граждан города. Решение о присвоении звания депутаты Гордумы принимали тайным голосованием. Но сначала внесли поправки в бюджет. Почти 300 миллионов рублей субсидий пойдут на создание комфортной городской среды. Почти 300 миллионов рублей дополнительно направят на ремонт и благоустройство самарских дворов. Эти деньги пришли из федерального и областного бюджетов. Изменения в главный финансовый документ Самары одобрили депутаты Городской думы. Эти деньги пойдут в наши дворы. Мы с вами понимаем, что здесь будет задействована новая структура власти. Это управляющие микрорайонами, общественные советы микрорайонов. И люди должны сами определить, где сделать детскую площадку, где поставить спортивные тренажеры, где должна быть стоянка для автомашин. Почти 150 миллионов рублей субсидий пойдут на реконструкцию четвертой очереди набережной. Кроме субсидий и субвенций, деньги удалось найти за счет экономии при проведении торгов и закупок. Эти средства направят на ремонт стадиона нефтяника и одноименного дома культуры, а также на ремонт школ. Поступили им субвенции, которые будут направлены на приобретение муниципального жилья. Это для детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей. Завершилось заседание Гордумы тайным голосованием. Выбирали депутаты новых почетных граждан Самары. Всего было выдвинуто семь кандидатур. Предварительно их рассмотрела городская комиссия по муниципальным наградам. В итоге звание почетных гражданин Самары присвоено маршалу Советского Союза Дмитрию Устинову и председателю Союза народов Самарской области Ростиславу Хугаеву. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Губернатор после рабочей поездки по стадиону провел совещание с архитекторами по вопросу строительства Самары-арены. Обсуждали и благоустройство территории вокруг спорткомплекса, а также вопросы внутренней отделки здания. На совещании с архитекторами губернатор обсудил элементы внутренней отделки чаши стадиона. Этот вопрос требует особого внимания. От того, каким будет внешний вид арены, зависит и телевизионная картинка, которую видит весь мир. Если там рекламы, может быть, что бы не отвлекало, не будет, не будет, то надо дотоку сделать так, а если уж, ну, если это реклама ФИФА, то пусть снимается и остается тот вид, который будет устраивать всех по восприятию. И создаст картинку телевизионную соответствующую. Особое внимание губернатор поручил уделить трем бетонным кольцам по периметру стадиона, которые делят Самару-арену на ярусы. Также архитекторы будут детально прорабатывать элементы декорирования под трибунных помещений. Главные требования главы региона – все работы по внутренней отделке и благоустройству должны соответствовать самым строгим современным мировым стандартам. И там, где у нас второй уровень ВИПа, не стеклить к чемпионату мира. Опыт из первой уровень, где стелобат, да, под над ним ВИП и следующая, скажем, бизнес-зона. Тоже ВИПа, стильная зона. Может быть, в ту зону не стеклить и уйти неким этим дополнительным в глубину. Или там уже конструкция такова, что надо тепло сохранять во всем объеме. В течение недели самая сложная часть строительства стадиона, монтаж консолей купола, будет завершена. Работы по благоустройству прилегающей территории и связанные с внутренней отделкой Самар-арены идут параллельно. Поэтому нет никаких опасений, что стадион будет сдан точно в срок. Строительство ведется четко по графику. Екатерина Семенова, События. Вернуть дому крышу. С такой просьбой обратились жители пятиэтажки к Николаю Меркушкину. Вопрос начали решать прямо на месте. В регионе заработала новая форма работы с обращениями граждан. Мобильная приемная губернатора. Этаж, которого нет. Пятиэтажка по замыслу строителей должна быть на уровень выше. Но вот уже 37 лет дом недостроен, хотя заселен. Люди с нетерпением ждут капитального ремонта крыши. Нужен нам капитальный или реконструкция кровли. У нас дом такой. Он недостроен. Он просто недостроен. И вместо крыши у нас сейчас, в данный момент, перекрытие шестого этажа и рубероид. Вот все, больше там чего нет. А у нас льет до третьего этажа. Грибок идет по стенам. Дом стоял в очереди на капремонт на 2019 год. Но после изменения в законодательстве автоматически перенесся на 43-й. Жители обратились в мобильную приемную губернатора. Система не учитывает таких форс-мажоров, как отсутствие крыши, как факты. Но ждать все эти годы слишком рискованно. Дом может просто рухнуть. Представители областного министерства ЖКХ и энергетики предлагают сначала провести экспертизу. Водостоков нет и не было в принципе. А какое состояние утеплителя, там что, какой пирог есть, это неизвестно. То есть, если эту крышу ремонтировать, то ее, видимо, надо... Это полную реконструкцию. Полную реконструкцию в соответствии со СНИПами. То есть, сделать ее или односкатную, но больше наклон, или скатную, двускатную. С организацией как парапетов выступающих, так и водостопов. После заключения специалистов станет понятно, что именно нужно делать и сколько на это потребуется денег. Сроки ремонта будут перенесены на более ранний срок, ну, а конкретно на 2019 год, как это и было изначально запланировано. Сейчас у нас основным моментом является, что мы должны провести экспертизу. Все жильцы абсолютно поддерживают это решение, готовы подождать немного. На встрече принято решение, экспертиза будет проводиться полностью за счет управляющей компании. Жильцы не понесут никаких затрат. Марина Матвеична, Максим Гусев, События. Вся информация о вашем доме на одном портале с июля вступили в силу поправки в законодательстве, которое обязывает как поставщиков ресурсов, так и управляющей организации размещать данные о своей деятельности в электронной системе ГИС ЖКХ. Но руководители организаций, которые проигнорируют это, будут заводить административные дела. Управляющим грозит дисквалификация на срок от одного года до трех лет. На еженедельном совещании в департаменте городского хозяйства и экологии первый заместитель главы города Владимир Василенко поручил ускорить работу по внесению информации в систему. Уважаемые коллеги, если это не будет в системе ГИС ЖКХ и все виды ремонта работ, которые сейчас пойдут у нас, вот фасады сейчас пойдут, мы тоже должны туда давать, что сделано. Туда выкладывать и фотографии, туда выкладывать объем работ и туда выкладывать, как идет приемка или контроль за этим видом работ, будь то асфальт, будь то входная группа. За трамваем будущее в Самаре в рейс выйдут 10 новых вагонов. Это низкопольные машины большой вместимости. Их купили специально для Чемпионата мира по футболу. По каким маршрутам поедут трехсекционные трамваи, узнала Марина Матвейшина. Пока почетный круг по депо, а в ближайшие дни 10 новых трехсекционных трамваев отправятся курсировать по маршрутам номер 5 и 22. Первый пассажир, губернатор Николай Меркушкин, испытал на себе плавность и комфорт нового вагона. Салон повышенной комфортности, кондиционер летом, отопление зимой, камеры наблюдения, удобные сиденья и широкие проемы между ними. Вместить такой трамвай может до 300 пассажиров. Не забыл производитель и о водителях. Кабина оснащена по последнему слову. Самарские работники ТТУ уже оценили. Кабина очень просторная, очень удобная в органах управления. И главное, что есть индикация работы всех систем трамвайного вагона перед глазами водителя. Если раньше водитель ориентировался в основном по своему опыту, своим ощущениям, так сказать, на нюх, на слух, то теперь это все можно, не напрягаясь, совершенно увидеть. Ключи от новых трамваев водителям вручает губернатор и обращает внимание профессионалов. Не молчать, а обязательно оставлять свои замечания по работе техники, чтобы на заводе могли усовершенствовать модель трамвая. Но то, что я говорил, если какие-то вещи будут, вы вовремя передавайте там, для того, чтобы можно было заводу выводы делать. Они будут заниматься обслуживанием, приезжать, бывать у нас. Вообще, Николай Иванович, хочется вам сказать большое спасибо. За то время, как вы стали руководителем Самарской области, именно вы начали обращать внимание на наши предприятия. Именно с вашей помощью стали закупаться новый подвижной состав. Наглядный тому пример, то, что у нас сейчас, если посмотреть на курсы, приходит одна молодежь. Трамвайно-троллейбусное управление – крупнейшие транспортные предприятия в городе. На его долю приходится больше половины всех пассажироперевозок в Самаре. Электротранспортом охвачены практически все районы города, и новые трамваи сделают поездки еще более приятными. Создадут дополнительные удобства и населению города, и нам позволят успешно перевозить людей во время чемпионата мира. Будем передвигать людей из одного, условно, из одной точки города в другую. Это будет исключительно важно во время чемпионата мира, потому что там частный транспорт или легковой транспорт использоваться будет по самому минимуму. Должен работать очень хорошо общественный транспорт. Обновление подвижного состава в городе идет поэтапно. Эти трамваи – не первая закупка. За последние пять лет количество новых трамваев, троллейбусов и автобусов достигло 200 единиц. Горожане по достоинству оценили качество этого нового общественного транспорта. В наших планах развитие транспортной сети города сейчас завершается работа по генеральному плану города Самары. Там обязательно предусмотрен раздел, посвященный транспортному обеспечению. В наших задачах сделать все, чтобы пребывание в городе было для наших жителей комфортным. За трамваем будущие городские и областные власти планируют провести трамвайные пути в Новокуйбышевск и Южный город через Фрунзенский мост. И самый любимый транспорт самарцев сможет быстро доставлять пассажиров в любую точку города. Марина Матвеевшина, Василий Колдашов. События. Сразу две модели «Лада» вошли в число европейских бестселлеров. Какие именно, расскажет наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Цены на нефть сегодня растут. Баррель марки «Бренд» подбирается к отметке в 49 долларов. Валюта дорожает. Курс на 26 июля. Доллар 59 рублей 81 копейка. Евро 69 рублей 70 копеек. Золото стоит 2408 рублей. Серебро 31 рубль 65 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 60 рублей 30 копеек. Дороже всего продать за 59 рублей 75 копеек. С 1 августа у работающих пенсионеров повысится пенсия. Для большинства максимальная прибавка составит чуть больше 220 рублей. Что касается неработающих пенсионеров, следующая индексация пенсии намечена на февраль 2018 года. Регионы определились с размером курортного сбора. В Крыму, Алтайском и Краснодарском краях сумма взноса составит от 25 до 30 рублей. В Ставропольском крае речь идет о 50. Лада Гранта и Лада Веста вошли в топ 100 самых востребованных в Европе автомобилей по итогам первой половины 2017 года. При этом Веста, благодаря росту продаж, сделала скачок сразу на 24 позиции. На этом все. Удачи в делах! Около 70 незаконных рекламных щитов с начала года убрали с улиц города. Особое внимание тем, что у тротуаров и дорог нелегальные конструкции разрушают в буквальном смысле до основания, чтобы невозможно было на прежнем месте установить новые. Чтобы убрать незаконный рекламный щит, нужно как следует подготовиться. Открутить основание, подцепить металлическую конструкцию крюком. Когда все готово, железную махину осторожно опускают на землю. Затем рабочие демонтируют бетонное основание, чтобы конструкцию нельзя было вернуть на место. Образовавшуюся яму потом засыпят землей. На демонтаж одного рекламного щита требуется минимум час. У нас в смене 4-5 человек. Работаем от 8 до 12 часов. Начинаем рано, чтобы не мешать движению транспорта. Выставляем знаки, соблюдаем, пытаемся минимум, как говорится, ущерба нанести окружающим и сделать как можно больше пользы. Щит не трогают только в том случае, если на нем есть вот такая табличка. Это значит, конструкция законная. Всего в городе около 300 нелегальных рекламных щитов, преимущественно в промышленном Кировском железнодорожном районах. С начала года демонтировали около 70. В ближайшие дни уберут еще 20. Несмотря на фундаментальный внешний вид рекламной щиты, конструкция ненадежная. И представляет угрозу для жизни и здоровья горожан. Это фундаментная подушка. На ней крепится рекламная конструкция. Данная подушка переделанная. Здесь делали шпильки. Вот они вот так вот вырываются. То есть при большом порыве ветра она может упасть на любого гражданина, на автомобиль. Незаконная конструкция – это достаточно шаткая сама по себе и опасная для наших граждан, для общественности. И мы сделали акцент прежде всего на те конструкции, которые стоят рядом с тротуарами, с пешеходными зонами, то есть с проезжей частью, чтобы безопасность прежде всего была для людей. Недавно в Самаре вывели на чистую воду недобросовестного подрядчика, который должен был хранить на складе с внесенной рекламной конструкцией. А в итоге есть подозрение – нелегально устанавливал их обратно. Исчезли более десятка щитов. Контракт с недобросовестной фирмой разорвали. А по поводу пропавших со склада и вернувшихся на улицы Самары рекламных щитов глава города Олег Фурсов обратился в полицию. Сейчас незаконные носители рекламы отвозят храниться на муниципальную базу. Здесь они должны находиться месяц. Затем обязательная утилизация. Их сдают на металлолом. За установку нелегального щита физических лиц штрафуют на 5000 рублей, юридических – на 500 тысяч. Лариса Шалафа, Сталина Чемерец, Константин Головин. События. Далее коротко о других событиях дня. В Самаре ночью загорелся ТРК «Вивалент». На месте происшествия работали 44 пожарных и 12 единиц техники. Горел цокольный этаж, где располагается серверная. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огонь удалось потушить в полночь. В настоящее время причина пожара и ущерб от него устанавливаются. В Самаре военный суд назначил жителю Кургана штраф в 200 тысяч рублей за призыв к терроризму и публичное его оправдание. Стражи порядка установили, что молодой человек являлся активным приверженцем радикальных течений ислама. Он размещал на своей странице во Вконтакте призывы к ведению вооруженного джихада с врагами ислама в радикальной форме. Свою вину он полностью признал. В Самарской области люди умирают чаще, чем рождаются. За первые полугодия численность населения в регионе уменьшилась на 4700 человек. Чаще всего почти в половине случаев самарцы умирали от болезни системы кровообращения. Доля умерших от рака составила 14%, а от несчастных случаев почти 10%. Движение по Московскому шоссе в районе Луначарского перекроют уже завтра ночью, сообщает ГИБДД в Самарской области. В сторону города можно будет проехать по Московскому, здесь будет одностороннее движение. Назад же придется ехать по Киевской и Тухачевскому, здесь также будет одностороннее движение. Температура воздуха в Самаре приблизится к 30 градусам по Цельсию уже в ближайшие дни. Однако синоптики предупреждают, что в последний день недели возможен дождь. Напомним, в первой половине лета 2017 года в регионе выпало рекордное количество осадков, за чего паводок затянулся до второй половины июля. Теперь холодный фронт ушел, при этом в большинстве районов Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов. Промышленные сбросы, дождевая канализация, городские истоки – основные источники загрязнения Волги. Настало время вернуть Великой реке прежнее состояние. Олег Зверев знает как. Еще не так давно были времена, когда в Волге плавали осетры, а воду пили прямо из речки. Сегодня картина уже не та. Города, которые благодаря Великой реке выросли до миллионных, изменили ее до неузнаваемости. Вернуть качество волжской воды вряд ли удастся, а вот снизить техногенные воздействия – задачи, которые необходимо решать всем миром. На это направлен проект Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка». В Самаре ежегодно проводятся мероприятия по очистке прибрежной зоны. Ежегодно бюджетом городского округа Самара предусмотрены средства на очистку как зоны рекреации, так и прибрежных полос Саратовского водохранилища. В этом году в связи с высоким уровнем воды определенные проблемы присутствуют. Но тем не менее, как Самарская набережная, так и подрядная организация справляется со своими на них возложными обязанностями. В этом году открытие пляжного сезона было отложено, хотя паводок держался очень долго, и вода отошла совсем недавно, городские набережные приведены в порядок. На самом деле я долго не ходил на пляж, наверное, несколько лет, и в этом году очень здорово все изменилось на пляжу, включая детский пляж. Вода отличная, чистая, хорошая, теплая. Буквально только что сошел очередной паводок, да, превышение было более полутора метров, и тем не менее мы видим обустроенную пляжную зону, мы видим контейнеры, в том числе и для раздельного сбора мусора. Еще раз хочу отметить эффективную работу и губернатора, и его команды. Мы видим, как преображается не только набережная, но и меняется ментальность людей. Сегодня разрабатывается комплексная государственная программа, задача которой сократить промышленные и ливневые истоки. Политическая воля на это есть, важно мобилизовать как можно больше представителей власти, экологов, экспертов, общественный контроль. И это по всем городам и притокам от Валдая до Каспия. Проблему Волжского бассейна планируется озвучить в докладе на форуме ОНФ, который пройдет с участием президента России в конце этого года. Олег Зверев, Григорий Плешаков, События. Фанаты крыльев советов показали, что играет футбол не хуже кумеров. В Самаре прошел 11-й кубок болельщиков футбольного клуба. Новости спорта от Андрея Горгуленко. Здравствуйте, с вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите Самарские новости спорта. Футболисты клуба «Вельт» активно разминаются перед стартовой игрой. В кубке болельщиков крыльев они участвуют первый раз. Из Тольятти на соревнования футболисты военного училища приехали только за максимальным результатом. Мы приехали за победой, честно говоря. И, соответственно, мы хотим увидеть достойно соперников, потому что в Тольятти с мини-футболом у нас очень плохо, а про Самару мы знаем, что у нас много хороших командов, в том числе, которые будут играть на этом турнире. Большинство же команд Кубка болельщиков уже многократные участники турнира. Опытные игроки отмечают, год от года соперники все сильнее, а потому за победу сражаться сложнее. Мы каждый год ждем этот турнир. Почему? Потому что мы два года подряд занимали второе место и проигрывали одной и той же команде. В этом году хотим занять первое и, естественно, выиграть турнир. Уровень команд в этом году получше, чем в прошлом и позапрошлом. То есть ребята собираются, команды сыгрываются. Кубок болельщиков «Крыльев Советов» проходит уже в одиннадцатый раз. Первый турнир прошел в двенадцатом году. Среди организаторов – администраторы официальной группы клуба «ВКонтакте». Сама команда оказывает непосредственную помощь, предоставляет мини-футбольные поля «Металлурга», а также множество подарков для победителей и лучших игроков, среди которых абонементы на стадион, футбольная форма и клубная атрибутика. Люди сами просили, наши болельщики всегда активны в плане футбольных мероприятий, всегда ждут каких-то событий спортивных и попросили нас в двенадцатом году организовать турнир от нашей группы. Мы, естественно, пошли навстречу, сделали все, что могли и с каждым годом мы стараемся расти. Главную игру турнира выиграли футболисты Черемшиги. В финале они одолели «Энергетик» со счетом 2-0. Бронзовые медали завоевали игроки «Строммашины». Все команды собраны из самарских болельщиков, но организаторы обещают – турнир в будущем станет межрегиональным, потому что за клуб болеют по всей стране. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 13 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Благополучия вам! И будьте участниками только хороших событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова